Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных мы снова заступаем с вами на наши трудовые трейдерские будни и продолжаем рассуждать относительно того, что может произойти с финансовыми инструментами, с учетом того фона, который сложился. После выходных, я надеюсь, друзья, то, что вы смогли отдохнуть, хотя тот новостной фон, который изобиловал в средствах массовой информации, он по-прежнему заставляет нас с максимумом фокуса внимания смотреть за тем, как распространяется китайская коронавирусная инфекция. Новостей, к сожалению, хороших нету. Я не хочу, чтобы я с некоторых пор стал ассоциироваться у вас с плохими новостями. Друзья, я просто реалист и говорю о том, что сейчас на площадках происходит, потому что мы делаем акцент на фундаментальной идее, и сейчас фундаментальный фон, так же, как и недели назад, и две недели назад, он указывает только на одну возможность заработать на валютном рынке, если сделать правильный акцент на перспективы защитных инструментов, но ни в коем случае не рисковых активов. По статистике, друзья, я обращаю внимание на то, что я беру данные с статистического исследования центра Джона Хопкинса. Я думаю, что те из вас, кто также отслеживает в моменте, как распространяется вирусная инфекция, ну, скорее всего, также имеют дело с этим сайтом. Количество, друзья, заболевших приближается к 250 тысячам, количество летальных исходов более 10 тысяч. Как вирус распространяется в Европе, вы знаете, европейские страны фактически закрыты, изолированы друг от друга. Запрещено собираться компаниями больше, чем по два человека. В Штатах, в принципе, такая же ситуация. Последние новости, которые мне удалось прочитать, фактически режим чрезвычайного положения введен в большинстве крупных штатах. Регулярная армия уже присутствует на территории этих штатов. Для чего? Для того, чтобы обеспечивать соблюдение карантина и не допустить мародерства. Также, наверняка, вы знаете, что сейчас в Штатах зафиксирован пик спроса на огнестрельное оружие. Я думаю, что если чуть-чуть подумать, вы все придете к правильным выводам, с чем это связано. На данный момент, друзья, говоря про перспективу нефти, хочу отметить, что сегодня мы открылись с гэпом вниз. Фактически распродажи, можно сказать, уже привели к тому, что котировки потеряли более 80%. Я на прошлой неделе вам говорил, что если нефть сейчас будет восстанавливаться, это будет лишь локальным предприятием и попыткой скорректироваться. Возможно, на технических факторах и основаниях, но фундамент сделает свое дело и, в конце концов, вернет котировки к тем уровням, которые являются оправданными для бренда и WTI. Уверен то, что на этой неделе мы сможем протестировать минимум. Прошлой недели и он же является минимумом за последние 17 лет. Это в районе 24,5 долларов за баррель. На прошлой неделе были новости о том, что Штаты сейчас рассматривают возможность дипломатического давления на Саудовской Аравии, чтобы те все-таки вернулись к соблюдению обязательств аналитического пакта и отказались от инициативы и решений увеличить нефтедобычу. Также США рассматривали возможность новых санкций против России. В принципе, цель та же самая. Друзья, я не знаю, я делал на это акцент или нет, но если нет, сейчас делаю. Я особых иллюзий не питаю и я абсолютно уверен, что Штаты, может быть, сейчас выигрывают даже больше от текущих цен на нефть. Я не идиот, я знаю то, что уровень ориентальности для сланцевого производства находится гораздо выше, чем для традиционного. И прекрасно понимаю, что текущие цены, они не сопоставимы с благополучием, наверное, сланцевых производителей в плане роста добычи и сохранения рентабельности бизнеса. Но в то же время я хочу отметить, что низкие цены на нефть – это, соответственно, низкие цены на топливо. По-моему, несколько месяцев назад, когда мы говорили про основы предвыборной кампании Трампа, я уже говорил, что, наверное, поддержать настроение потребителям низкими ценами на топливо было бы неплохо. Второй момент заключается в том, что Штаты являются одним из ключевых импортеров нефти. Поэтому, если вы считаете, что они проигрывают, не добывая столько нефти, сколько хотелось бы им, ничего подобного, друзья. Они сейчас выигрывают, поскольку импортируют колоссальное количество нефти в свои статистические резервы по дармовым минимальным ценам. Ну и потом, если кто-то из вас переживает, что какой-то американский предприниматель, который добывает сланцевую нефть, окажется на грани разорения и банкротства, это неправда, друзья. В 2016 году сланцевые производители уже проходили школу низких цен на топливо и знают то, что тогда, когда начинает пахнуть жареным, нужно хеджировать и страховать свои контракты. Поэтому считаю, что Штаты являются одним из бенефициаров выгоды от низких цен на нефть, и я не верю в то, что они каким-то образом смогут и будут вообще стараться реально повлиять на дальнейший рост котировок нефти. То, что цены остаются под давлением, это следствие катастрофического падения спроса из-за мировой рецессии и распространения коронавируса. Все это усиливается ростом предложений со стороны Саудовской Аравии и, собственно, России. И все это создает условия для того, чтобы цены на нефть двигались ниже. По рублю мы ориентируемся, друзья, на фоне такого снижения, что рубль вообще будет сейчас предпринимать попытку протестировать 85 рублей за доллар. В ходе следующих брифингов будем делать больше акцент на конкретном уровне, но еще один виток девальвации, друзья, это неизбежная реальность рубля в рамках текущей недели. Доллар иена 109.85. Повторюсь, друзья, что по доллару иене я уже скептически настроен касательно того, что пара будет корректироваться. Мы видим то, что все-таки спрос на американскую валюту, он остается доминирующим. Этот спрос приводит к ослаблению рисковых инструментов и к росту индекса доллара. То, что сейчас идет небольшая коррекция. Мы, в принципе, работали с коррекцией фактически каждую азиатскую сессию, часть европейской, на прошлой неделе. Но потом все равно инициатива переходила к продавцам риска. И те очень неплохо зарабатывали. Поэтому в отношении индекса доллара я рекомендую держать длинные позиции. Сейчас, когда на рынок придет все большее осознание того, что американская экономика во втором квартале потеряет больше 30% и в целом окажется в рецессии. Это приведет к тому, что больше денег хлынет в американские облигации. Это поспособствует укреплению доллара. Евро против американца 1.07.50. Ждем европейскую валюту в районе отметки 1.05. В помощь нам и программа количественного смягчения на 750 миллиардов долларов. И спрос на американскую валюту. И рецессия, собственно, о ней говорила Кристин Лагард еще на прошлой неделе, когда анонсировала новые меры экономического стимулирования. Фунт против доллара 1.16.91. Британский регулятор на прошлой неделе повторно снизил процентную ставку до 0.15 и увеличил программу количественного смягчения на 200 миллиардов. Друзья, это те меры, которые не могут быть сопоставимы с укреплением курса национальной валюты. Поэтому здесь ждем еще большую слабость. Позитива со стороны переговоров по Брекзиту быть не может, поскольку они поставлены на паузу. Да и главные переговорщики Фрост и Бронье, как вы знаете, находятся сейчас в самоизоляции. Австралии спротив доллара 0.57.65. Я предлагаю сделку селл-стоп с уровня 56.60 и стейк-профитом на отметке 0.54.50. В пятницу действует программа количественного смягчения. Резервный банк Австралии уже влил в экономику более 10 миллиардов австралийских долларов. Мы ожидаем рецессию и еще одно снижение процентной ставки, поэтому давление на австралийцев сохранится. Американский фондовый рынок 2194 пункта сейчас. Вспомните мою цель, это 2000 пунктов. Мы до нее уже практически добрались. И вот как только коснемся данной отметки, тогда, друзья, можно будет задумываться о том, чтобы формировать долгосрочные инвестиционные портфели, поскольку снижения будет уже достаточным, чтобы выкупать бумаги по самым привлекательным уровням. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.